Всем привет, добро пожаловать на мой канал снова. Меня зовут Юля, давно не виделись. Сегодня, наконец-то, мы будем с вами тестировать новую косметику от Селена Гомес Rare Beauty. Я купила абсолютно все, все компоненты ее новой коллекции, начиная от кисточек, заканчивая, конечно же, ее блесками и помадами, конечно. В общем, я эту посылку ждала в течение недели, неделю. Чтобы понимали, обычно, когда ты заказываешь что угодно с Sephora, и ты находишься в Америке, обычно доставка происходит в течение, может быть, двух-трех дней. Тут я ждала неделю, обзоры множились, на YouTube сейчас такое количество обзоров на эту косметику. Я давно такого не видела, и это, наверное, о чем-то говорит, наверное, это говорит о том, что эта косметика действительно уникальна. Это селебрити, которая действительно приковывает столько внимания, потому что мы все любим Селену Гомес, но кто не вырос на ее песнях, это очень красивая девушка, которая заслуживает того, чтобы создать свою собственную линию косметики. И сегодня мы посмотрим, естественно, вообще стоит ли вся эта косметика хайпа, узнаем вообще, какова история была создания этой косметики, также в чем прикол дизайна этих красивых и милых баночек, с которыми она вышла. Будет интересно, оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, но мы начинаем, поехали! Итак, о чем же сам бренд Rare Beauty? С чем Селена Гомес вышла таким уникальным, что это столько привлекло внимание? Во-первых, никакой бренд в мире не собирался сделать целью своей собрать 100 миллионов долларов в течение 10 лет и отправить их на финансирование ментального здоровья, это очень классно, прям вау! Эта косметика невероятно доступная, 15-20 долларов за тон или консилер, это невероятно доступно для Сифоры. И третий, очень интересный факт о том, как Селена позиционирует этот бренд. Она считает, что Rare Beauty не о том, как другие люди видят тебя, это о том, как ты видишь себя сам. То есть эта косметика не была создана, чтобы сделать из вас другого человека, она способна подчеркнуть ваши достоинства и скрыть недостатки. Следующий очень важный момент касается того, как упакована косметика. То есть можно увидеть, что на косметике имеется такой шарик, да, можно подумать, что это просто дизайн, что это очень мило, и это действительно так. Однако, Селена подумала о людях, у которых есть артрит, и им очень сложно открывать какие-то емкости или вообще прикасаться к чему-то. И они таким образом могут открывать это, не прилагая для этого очень много усилий. Наверное, как-то так они будут открывать это. Бренд фиганский, crudely free, не тестируется на животных. Чем же бренд вообще вышел? Надеюсь, я еще вас не утомила. Мы имеем праймер, мы имеем тон, 46 оттенков, консилер, также, по-моему, около 46 оттенков, салфетки, пуховочка для мотирования лица, жидкая подводка фломастер, один оттенок черный пока что, карандаш для бровей, имеется в 8 оттенках, бальзам для губ, тоже 8 оттенков, жидкий хайлайтер, 8 оттенков, жидкий румяна, 8 оттенков, они имеются как матовый, так и с сияющим финишем, две кисточки для тона, для консилера, спонж и жидкие помады в 12 оттенках. Ну что, первое, с чего мы сегодня начнем, будет, конечно же, праймер. У нее вышел один праймер, который называется Always an Optimist Illuminating Primer. Это невесомый универсальный гель-вый праймер, который обогащен ультра-мелким помолом жемчуга, который сделает нашу кожу как будто бы сияющей изнутри. Здесь у нас имеется 28 мл продукта. Очень прикольная упаковка, кстати говоря, это не стекло, это очень такой плотный пластик. Я не вижу в этом такого люкса, это скорее эстетика, чем люксовость в этой упаковке. Это у меня самый большой объем продукта, у них также имеется в travel size 15 мл и стоит 14 долларов. Очень тонкий аромат в этом праймере есть, он почти даже не чувствуется на самом деле, поэтому если вы не любитель ароматов, то вам он понравится. Видите, этот маленький друг у меня здесь выскочил. Это всегда так, собираешься снимать видео, будет на камере, и тут кто-то такой говорит, «Хм, ты собираешься снимать видео? Дай-ка я вскочу». Праймер сразу выглядит действительно очень сияющим. Мне кажется, что если у вас такая же комбинированная кожа, то скорее всего это не очень хорошая идея наносить его на лоб, иначе лоб может действительно в течение дня стать так же жирным. Поэтому, скорее всего, идеально будет наносить его просто на те зоны, которые вы хотите, чтобы сияли как щечки, например. Но пока что, пока что я чувствую, что праймер, он впитывается, нет никакой липкости. Очень даже хороший дневной праймер, поэтому тест, мне кажется, он пока что прошел. Теперь самое интересное, это основа. Сделан в Канаде, и этот тон обещает нам среднее к плотному покрытию, если вы хотите достроить, это очень даже возможно. Тон обещает нам быть невесомым, как будто бы как вторая кожа. И я слышала очень хорошо отзывы об этом тоне, на самом деле. О, пахнет он тоже очень приятно. Знаете, такой немножко сладковатый аромат. То есть не сказать, что это прям ваниль какая-то очень сильная, нет. Очень приятный аромат. Чтобы вы понимали, этот наконечник, он невероятно огромный. Он как наконечник, допустим, у Tarte Shape Tape, что-то вроде того, просто огромный. И сегодня у нас будет два способа нанесения этого тона. Первый будет с использованием спонжа от Селены Гомес, который у нее называется Liquid Touch Multitasking Sponge. Спонж, он белого цвета, и он очень необычный в плане текстуры своей, очень пористый. Второй наш способ будет использование кисточки, которая называется Liquid Touch Brush. О, вау, он реально очень такой прям жидкий, как сыворотка. О, какой классный запах. Ух, ничего себе. Надеюсь, что этот оттенок мой, потому что я попыталась мячить свой оттенок по сифоровскому приложению. И сказали, что этот оттенок самый-самый близкий к моему оттенку кожи. Пока что мне нравится, как этот тон ложится. Не только это, мне нравится еще и сам спонж, потому что этот спонж, он реально интересный. Он странный по текстуре, по материалу, с которого он сделан, это как, знаете, как какая-то губка. И вот так у нас выглядит лицо с этой стороны с использованием спонжа. По-моему, очень даже хороший эффект. Не скажу, что это прям супер плотный эффект, которого я хотела. Может быть, с кисточкой это все будет по-другому смотреться. Я надеюсь на это. Чем-то очень напоминает мне это Fenty Beauty, их знаменитые кисточки, которые просто настолько хороши и популярны, что каждый блогер их использует. Они реально хорошие. Сто процентов мне понравилось больше нанесение этого тона кисточкой, просто потому что эта кисть, она настолько плотная, и она настолько хорошо вбивает этот тон в вашу кожу, что вот, ну, эффект сразу виден. Различия. Я определенно вижу, что эта сторона выглядит более сияющей, тогда как эта сторона выглядит немножко более такой матовой по своей текстуре. И следующий наш товарищ будет консилер. Он вышел тоже в 46 оттенках, если я не ошибаюсь. Так же, как и тон, этот консилер очень легкий по своей текстуре. Он может дать вам medium to full coverage или от средней до высокой степени покрытия. Он обещает на мне образовывать вот эти вот консилерные складки под глазами, когда вы используете консилер этот, поэтому посмотрим. Я взяла оттенок, кстати говоря, 150C. Я хотела взять оттенок, который бы подсветил мою зону вокруг глаз, потому что все-таки возраст, уже 25 лет. Шучу. В общем, и я взяла оттенок посветлее, чем мой тон. Надеюсь, что он подойдет мне. Кстати, консилер сделан в Италии, что не может не радовать, потому что это сделано в Канаде, это сделано в Италии. Он пахнет чуть-чуть поактивнее, чем тон, но приятно пахнет все равно, прям реально такой хороший запах. Пока что, в принципе, все хорошо смотрится. Опять же, мы попробуем использовать наш спонж в другую сторону, чистую. Это чистоты эксперимента. Мне он понравился. Оттенок немножко немой, но текстура и как он растушевывается просто на высоте. Насчет растушевки спонжем и кисточкой этого консилера, мне показалось, что спонжем он растушевывается не так хорошо, он как будто бы не дает продукту растушеваться хорошо, он впитывает, впитывает в себя этот консилер и ничего с ним не делает. Он немножко разносит его по коже из-за, опять же, пористости этого спонжа. Кисть это консилерная, просто идеальный вариант для растушевки этого консилера, потому что он идеально разносит его по вашей коже, под зоной, под глазами, поэтому эта парочка, она просто вместе идеально подходит и смотрится тоже. Я забыла сказать, я сейчас наношу второй слой тона нашего, просто потому что я считаю, что первого слоя было недостаточно. И, ребят, я забыла сказать, что этот тон, он как ваша кожа, только лучше. Чем больше слоев вы наносите, тем лучше вы увидите эффект этой заблюденной кожи, как будто бы у вас вообще нет тона. Следующий товар будет вот такой карандаш для бровей. И что прикольного в этом карандаше, это то, что он имеет в себе не только сам карандаш, но и также специальную щеточку с гелем такого же цвета, чтобы сделать еще более очерченные, такие хорошие брови. Стоит такая малышка 22 доллара, но это, в принципе, нормальная цена, учитывая, что вы получаете и карандаш, и гель для бровей. Это прикольно. Так и написано, что Selena's Shade, она носит этот цвет. Это очень, мне кажется, самый универсальный цвет из всей ее коллекции. Selena обещает нам, что этот карандаш очень кремовый по своей текстуре, и что мы получим тот самый эффект полных таких натуральных бровей. Я буду использовать другую кисточку от Anastasia, потому что, ну, это самый важный шаг, мне кажется, когда дело касается оформления бровей. И давайте начнем. Ребята, этот цвет невероятно не универсальный. Этот цвет холодный, коричневый, он ни разу не холодный коричневый, он черный, ну, то есть он не выглядит коричневым. Может быть, немножко, но я вижу его таким хорошим черным цветом, активным причем очень цветом. Мне показалось, что эта текстура, она слишком пигментирована, то есть с этим карандашом, я так понимаю, нужно действительно работать очень и очень аккуратно. Еле-еле дотрагиваюсь до бровей, когда я уже иду к нижней части бровей, я хочу более это сделать активным. Когда вы нажимаете, естественно, цвет такой прям идет хороший черный цвет, вот когда вы действительно прилагаете к этому усилие. Видите, чуть что раз такая чисто черная линия сразу идет, и мне это не очень нравится, если честно. Я хочу немного свои брови подправить внизу, потому что они нуждаются в этом, иначе это все выглядит очень неаккуратно. Вот так у нас выглядит конечный лук с использованием только карандаша самого, поэтому я не знаю, как мы сейчас будем пользоваться самим гелем. Окей, попробуем, почему нет? Мое мнение, если бы Селена спросила меня и сказала бы, Юля, что мне изменить в этом геле для бровей или карандаша для бровей, да, я сказала бы, Селена, пожалуйста, поменяй этот цветной гель количневый на какой-нибудь прозрачный, это люди гораздо больше оценят. Сейчас мы приступим к макияжу наших щечек, нанесем румяна, нанесем хайлайтер, жидкое все, это очень круто. И пока я хочу нанести на губки бальзам, который называется With Gratitude Dewy Lip Balm в оттенке thankful или благодарный. В общем, вот так выглядит наш бальзам в оттенке thankful, он почти не чувствуется на губах, вернее не то, что не чувствуется, его как будто бы нет на губах, настолько он мягкий. Чувствую небольшую отдушку, она достаточно приятная, то есть пока что все хорошо. Я считаю, что это реально классный бальзам на осень-зиму, здесь имеется цвет, здесь целая куча масел, масло гардени, масло лотуса, масло ши на первом месте здесь. Когда придет холода, придет зима, тогда и будем активно этим пользоваться. Теперь мы перейдем уже к самой интересной части по нанесению макияжа, а именно румяна для лица и также жидкий хайлайтер. Начнем мы, конечно же, с румян, я взяла, как я уже сказала, по-моему, матовый и сияющий финиш. Говорят, говорят, что эти оттенки невероятно пигментированы и нанося просто одну такую небольшую точечку, вы сможете сделать невероятно хороший пигмент. Я взяла два оттенка, Близ и оттенок Джой, первый из них более красный, более коралловый такой, второй оттенок более милый, более такой мягкий, более повседневный оттеночек. Мне кажется, это выглядит очень мило. Даже не скажешь, что это румяна, похоже на какие-то помады для губ, но это реально румяна. И начать я хочу, конечно, с наиболее светлого оттенка, получается матовый оттенок Близ. У нас дождь опять начался вот каждый раз примерно в это время. Я, кстати, использую другую сторону спонжа, чтобы все это не помешало нашему эксперименту. Вот этот прыщ, он просто портит всю картинку, честно. Чувствуется ли он матовым? Наверное, да. Матовое это всегда что-то такое более плотное. По-моему, смотрится это все действительно очень красиво. Это очень естественный такой дневной образ, который, я не знаю, мне кажется, он любой девушке подойдет в принципе, потому что это красиво, это естественность. А мне кажется, что ни один мужчина не устоит против естественного лица с естественным румянцем, как будто вы только что проснулись. Как видите, цвет красивый, все отлично растушевалось. Круто. Наносим мы оттенок сейчас Joy, невероятно пигментированный, прям супер пигментированный. Если вы нанесете слишком много этого оттенка, то вы будете выглядеть как Марфа. Серьезно, это правда. Все американцы только так, они наносят огромное количество этих румян, может быть, даже, ну, примерно как я, и говорят, боже мой, что такое, посмотрите на мое лицо, оно такое красное. Ага, просто нужно знать меру, мне кажется, да, вот так это все примерно будет выглядеть, если нанести столько, сколько я нанесла. Пытаемся растушевать это все. Очень многие люди, короче говоря, получили в пиаре оттенок Joy, и они наносили его на щечки и такие, о, боже мой, как это так получается, почему они такие пигментированные? Если честно, я сама не понимаю, зачем делать такие супер пигментированные румяна? Это понятно, все любят хороший пигмент, но, ну, камон, зачем такой огромный сильный пигмент, если это всего лишь щеки, понимаете? Слава богу, что у нас есть спонж, который сейчас у нас очень красивый такой красный, из-за жидких румян. Так, я возьму кисточку и немножко еще, конечно же, это все растушую. Ну, в принципе, как-то так, такой результат у нас получился, не очень прям естественный, потому что, да, это красный цвет, естественно, он выглядит вот так, не моя чашечка кофе, как говорят в Америке. Not my cup of tea, вот так вот это звучит. Итак, следующее, мы не закончили еще, у нас еще очень много продуктов, ну, как много, два-три продукта. Хайлайтер, который у нас в оттенке Enlighten, я взяла самый серебристый оттенок, я обожаю серебристые хайлайтеры, это действительно моя слабость. Я считаю, что нет ничего лучше, чем хороший такой серебристый хайлайтер, который дает вам как будто бы блеск, как изнутри. Мне кажется, все это любят. И вот он такой красивый, действительно внушительная бутылочка у этого хайлайтера, 100%. Выглядит он очень нарядно, очень красиво. И мне кажется, что это даже уже стекло, по-моему. Или даже не стекло, даже по звуку, мне кажется, это можно почувствовать. Короче, не важно. Окей, этот хайлайтер обещает нам невероятно естественное сияние кожи, как будто бы идущее изнутри. Я даже не знаю, если честно, хочу ли я использовать свои пальцы, или я буду использовать, допустим, спонж. И, как вы видите, для того, чтобы создать тот идеальный блеск сияния изнутри вашей кожи, вам не нужно наносить целую кучу продукта на щеки. Достаточно всего лишь три небольших горошины, и у вас уже будет тот самый блеск, за которого вы и купили этот хайлайтер. Потому что он очень концентрированный. И это не шутки, он реально очень-очень-очень концентрированный. Мне показалось, что этот хайлайтер, он нехорош и неплох. Потому что изначально, когда нанесла его на щеки, он растворил мой тон, который нанесла до этого. Потом я все-таки смогла реанимировать тон, румяные хайлайтеры вместе. И, в общем, сейчас это все выглядит очень даже красиво. Он повел себя хорошо. Да, я вижу этот идеальный, знаете, блеск, как будто бы изнутри кожи. Это очень красиво смотрится, особенно при дневном свете. Просто вау, вам очень понравится, скорее всего, ребят. Потому что это тот продукт, который реально зарекомендовал себя таким, каким он есть. То есть вы читаете, что вы получите этот блеск на упаковке, да, в рекламном буклете. Вы его и получите. Дальше мы будем тестировать лайнер для глаз в оттенке черном. Называется он Perfect Strokes Eyeliner Liquid Matte. Матовый цвет, черный оттенок. То, что, мне кажется, любит любая девушка. Потому что это тот самый идеальный цвет на каждый день. И здесь имеется целых тысяча веганских маленьких кисточек, которые помогли сделать кончик этого лайнера. Чуть не забыла, я хочу нанести какое-нибудь, что-нибудь на глаза. Например, этот хайлайтер. Так как у нас сегодня нет никаких теней, мы будем использовать именно это. Ну что, давайте начнем. Если честно, мне показалось, что не лайнер контролирует меня, а я контролирую его. В том плане, что куда я захочу отвести кисточку туда, она и ведется. То есть нет такого, что слишком много удавливается продукта или слишком мало. То самое идеальное количество, которое достаточно для создания такого простого образа, а именно стрелки. Следующее, с чем вышло Селена Гомес и ее Rare Beauty, это, конечно же, помады. Мы попробовали уже бальзам для губ, он был хорошим. Теперь пришло время чего-то более яркого, чего-то более экстравагантного. Именно этот оттенок является оттенком Селена, так и написано на сайте Sephora. И она его использовала при создании своего образа для промо своей новой мейкап-компании. Он смотрится просто сумасшедше классно на Селени Гомес. Реально очень-очень подчеркивает ее внешность очень красиво. Начнем мы, скорее всего, именно с этого оттенка, более светлого, который называется у нас Courage. Кстати говоря, эти помады сделаны в Корее, что можно понять, потому что они суфлейные по текстуре. Невероятно мягко ложится, как будто бы у вас на губах ничего нет. Настолько мягкий этот суфлейный, эта суфлейная текстура. И это 100% мой оттенок. Я обожаю такие холодные розовые тона, приглушенные. Помада эта, кстати говоря, даже почти не отпечатывается. Я не вижу никаких отпечатков на своей руке. А, немножко, да, то есть на этой части руке, тыльной стороне видно. Попробуем оттенок Inspire, тот самый настоящий красный цвет помады. Невероятно яркая упаковка, ребята. Она просто настолько яркая, что ее можно издалека, наверное, увидеть. Посмотрите. Даже отсюда вы можете видеть, насколько она яркая. Я не знаю, мне кажется, что это немножко не мой оттенок. Он слишком, как мне кажется, теплый. Я бы, возможно, носила бы его днем, если бы он не был таким, как бы сказать, оранжеватым. Вот в нем есть этот тон, подтон. И, я не знаю, я ожидала чего-то более темного от этого оттенка. То есть, да, он красивый, он очень супер мягкий, супер суфрейный, пигментированный и все такое. Он слишком теплый, чем это видится на картинке Селена Гомеса. Вот сейчас вы увидите, да, Селена Гомес, мой оттенок. Селена Гомес, мой оттенок. Дайте мне знать, ребята, в комментариях, что вы думаете по поводу этого цвета. Идет ли он мне или не очень идет он мне, или это не мой цвет вообще. Осталось совсем чуть-чуть, мы уже подходим к концу. Знаю, что товаров очень много, но, в общем, такова коллекция. Всего очень много и обо всем есть что сказать. Следующий наш товар это вот такая пуховочка в невероятно красивой и милой упаковке. Что это представляет из себя? Это у нас пуховочка, которая на самом деле заправлена уже пудрой. И мы имеем здесь салфетки. Пуховочка. Что это делает? Убирает весь ваш жир. И давайте мы это попробуем. Многие американцы, когда увидели эту штуку, сказали, что это, как это работает, где, где пудра это? Потом они начинают вот так вот ее выбивать. Так. И можно видеть, как эта пудра немножко пылится. Так. Нам не забыто еще про салфетки. Чуть не забыла. Это самая тоже важная часть. 100 штук салфеток. Мне кажется, такого хватит на очень долгое время. Просто берем. Миленькая салфеточка. И потом давайте убрать весь наш жир. В принципе, да, все очень даже хорошо работает. И последний шаг это еще раз пройдемся этой пуховочкой. Если честно, я не считаю, что это супергигиенично. Вы каждый раз затрагиваетесь до вашего лица. Вы проходите с этой пуховочкой сколько раз на день. Естественно, микробы на вашей коже тоже есть. И таким образом, мне кажется, очень легко, не знаю, получить прыщи, используя это. Потому что, ну, вы же не помоете ее. Здесь же пудра есть. Вы можете купить рефил. И таким образом, ну, это все можно сменить. А что вы думаете по поводу гигиеничности этого средства? Самое последнее. Вот мы уже почти у конечной финишной прямой. К завершению нашего отзыва о Rare Beauty мы имеем вот такой тонер. Не тонер, а мист. Я извиняюсь. Мист. Мист 4 в 1, который называется Always an Optimist. То есть всегда оптимист. Мист, который предназначен для того, чтобы увеличить сияние кожи. Чтобы увлажнить вашу кожу в течение всего дня. Или использовать же это можно как праймер. В составе сразу видно большое количество разных масел. И для использования нужно его взболтать. Поболтаем его. Окей. И давайте зафиксируем наш макияж. Он ароматный. В нем очень много разных масел. И поэтому он может показаться вам немножко специфическим. Мне он показался таким. Здесь не очень мелкие механизмы прыскивания содержимого этой бутылочки. То есть вы получаете такие хорошие брызги на вашу кожу. Допустим, если сравнить это с спреем от Hourglass. Вот там это действительно очень мелкий помол брызгов, так сказать. И здесь же это действительно очень как будто вы принимаете душ. Что-то вроде того. Ну вот, что мы подобрались уже к концу нашего обзора. Наконец-то это было долго. Мне кажется, что это видео будет долгим. Может быть полчаса. Такого на моем канале еще не было ни разу. И надеюсь, что я покрыла все моменты, которые вы хотели услышать в этом обзоре. Я очень на это надеюсь, ребят. Поддержите мне, пожалуйста, лайком. Мне будет очень приятно. Итак, по отзывам. Мне очень понравился именно вот этот оттенок. Он прям the best. Лучший из лучших. Этот оттенок... Я ожидала от него чего-то большего. На удивление, мне очень понравился этот праймер. Да, он очень дает такое хорошее сияние, как, например, праймер от Becky. Примерно тот же самый эффект, но этот имеет в себе более такой мягкий финиш. То есть это блеск, но это естественное сияние кожи. Вот. Достаточно удовлетворена вот этими продуктами, а именно румянами. Из румян, конечно, мне больше всего зашел именно этот светлый оттенок. Называется он Blaze. Второй оттенок красный. Я не знаю. Я считаю, что он слишком пигментированный. И, в общем, очень легко переборщить с ним. Поэтому будьте аккуратны. Оттенок называется Joy. Мне понравился хайлайтер. Я считаю, что он реально очень классный. То есть он дает тот самый блеск кожи изнутри. Супер. Мне очень понравились эти кисточки. Очень плотные. Они действительно чувствуются очень дорогими по качеству. Я не могу сказать, что этот тон лежит на моей коже настолько классно, насколько, допустим, любой другой тон от Nars или от Yves Saint Laurent. Я не считаю, что он самый лучший. Люди пели этому тону Оды на YouTube. Говорили, что, ой, это самый лучший тон в жизни. Просто I love it. Но на самом деле, мне кажется, что у каждого человека разная кожа. Он по-разному сидит. И, ребята, вы были свидетелями того, что я использовала этот же праймер от Селены Гомес. И он никак не помог моей коже выглядеть так, как я привыкла ее видеть. Понимаете? И поэтому буду еще использовать его, естественно, как можно дольше, чтобы понять, как он работает вообще. И можно ли его нанести как-то лучше, используя, например, другой спонж. Ощущение, что Селена Гомес пыталась выйти с чем-то новым в качестве этого спонжа. Да, типа, вот есть бьюти-блендер. Но посмотрите, у меня тоже есть свой спонж. Почти 15 долларов. Все люди, они так или иначе возвращаются к бьюти-блендерам. Это не новинка, но на какие-то такие интересные текстуры, возможно, этот спонж будет хорош. Однако, он впитывает в себя все средства. И это не очень хорошо. Консилер мне на самом деле понравился. Я считаю, что он хорош. Он не оседает на моих веках. Он не проваливается в какие-то мелкие морщинки, которых еще нет. Но кто знает. Мне кажется, что он действительно немножко даже осветлил мою зону под глазами, что невероятно классно. И насчет этих двух товарищей. Мне не очень понравился именно карандаш-гель для бровей. Потому что он слишком, слишком кремовый. Он слишком активный. Слишком темный цвет. Насыщенный. Не то, что я люблю. Да, это очень классно, что вы получаете плюс еще и гель для бровей такого же цвета. Но, не знаю, это не тот натуральный, естественный эффект, который я привыкла получать. Отредств для бровей. И последнее, это лайнер, который мне очень понравился. Это реально один из самых лучших лайнеров, я считаю, во всей Сифоли. Я попробовала уже много лайнеров в своей жизни. И этот, определенно, самый-самый лучший. Вы знаете уже, что он мне очень понравился. Дело касается не только нанесения, но и качества самих стрелок. Матовый, черный. То, что нужно, то, что вы ждете от лайнера. Круто. И самое последнее, это вот такой бальзамчик. Хороший бальзам, хороший цвет, то, что нужно для естественного лука. Поэтому эта вещичка, она, определенно, тоже мне очень понравилась. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. И вам очень благодарна. Я желаю вам прекрасного настроения, хорошего дня. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом. Ваше мнение. Невероятно интересно, как всегда. Так что, да, ребят, всех обнимаю, всех целую. Ваша Юля. Всем пока. Продолжение следует.